Финансовый агент Польшой Платежин, меня зовут Андрей Леонидович, добрый день, я вас слушаю. Здравствуйте, мне сейчас звонок поступил, и мне сказал оператор строгий мужской голос нажать единицу. Я нажал. Как вас зовут? Дмитрий. Можно Дима? Дмитрий Евгеньевич, верно? Да, можно Дима, без фамильярности. Дмитрий Евгеньевич, у вас задолженность в банке «Русский стандарт» по состоянию на 25 июня текущего года, задолженность 621 840,91 копейка. Данная сумма не фиксирована. Банк вам предлагает рестатализировать ваш долг. Вашим делом занимается Васильева Кристина Андреевна. Я вас сейчас с ней соединю. Так она на совещании, вы уже мне сказали. Ожидайте на линии. Опять ожидать? Алло? 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 Кристина? Не хочет Кристина со мной соединяться? Все на совещании. Совещается. Это у психиатра она на совещании. До свидания. Алло? Здравствуйте, Кристина? Спасибо, что оставались на линии Дмитрия Евгеньевича, финансовый агент по сбору по усяжению. Меня зовут Васильева Кристина Александровна. Я информирую о записи. Какой вопрос вас интересует? Так вопрос никакой не интересует. За сегодняшний день уже с утра три звонка поступила, и все время говорили, что вы на совещании. Ну, очень любопытно, конечно, люди. Вот мне бы такую работу, чтобы и даже выходные, и все время совещания, совещания. А что вас интересует, коль вы мне звоните? Вот, выходной день. Ну, ладно, я-то уже проснулся, хотя вчера и поздно лег, после десяти. Слушаю вас, Кристина. Петр Евгеньевич, у вас имеется задолженность на 25 июня в размере 620... Так только что говорил молодой человек с таким голосом. ...50 рублей 91 копеек. А я хочу выяснить, почему, что, как бороться с этой ситуацией. Вы мне подскажете, надеюсь? Там какая-то акция у вас, акция? Нет, Евгеньевич. Акция, у вас две акции действует. Это будет инфраструктуризация задолженности. А вторая? Интересно вам предложение. Ой, мне все интересно. Здесь вам будет предоставлен новый график платежей. Угу. Но для этого вам нужно будет внести, например, первоначальный взнос, чтобы этот самый график вам был предоставлен. Какой взнос? Какой взнос можно рассчитать? Деньги надо... Первоначальный взнос нужно. Да, нужно оплатить денежную среду, да. Ой-ой-ой, везде деньги. Ха-ха-ха-ха, везде деньги. Ну ничего, у нас премия была. А вот в пятницу мы, собственно говоря, приблизились к определенным результатам в лаборатории. Что какая? Сколько денег? Ну, нам выдали по... Давайте с вами сверим также контактную информацию по Требнебанку. Ага. Скажите, дополнительный номер есть у вас для связи? Вы знаете, нет у меня дополнительного номера. Зачем он мне? Я тут такой скромняга. Меня все кому надо, все меня здесь достают. Вот на этот номер так и звонят. У меня раньше был номер домашний, но мы с мамой переехали, сейчас нет у нас. Мама говорит, не надо. Нам не надо. Не надо говорить. Уточните номер вашей матери. Не, но у меня строгая женщина. Но мы будем ей звонить, если вы будете уклоняться от оплаты. Я? Не, 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 ни в коем случае. Звоните мне, но я не намерен уклоняться. Мы же с вами сейчас конструктивный диалог пытаемся выстроить. Вы мне расскажите, что нужно сделать. Я же вам уже сообщил, конечно, конечно, Кристина, дорогуша, конечно, интересно. Рассказывайте. Все, что вы ожидаете на линии, я сейчас рассчитаю. Скажите, какую сумму вы хотели бы ежемесячно вносить? О, так, ну, все зависит от ваших амбиций, конечно. Ну, а так уже буду выкручивать. Смотрите, а Кристина, я вам расскажу, конечно, коль такое дело. Мне тут мама подработку нашла. Я думаю, что я теперь уже буду состоятельный человек. Иначе я себя чувствовал банкротом. Честное слово. Так вы же работаете. Вы же уже работаете, вы сказали, что премию получили. Ну, премию, премию. Но эту премию, я вынужден отдавать все маме. У нас очень строго. Все очень строго. Она даже мне невесту в свое время нашла. Сама. Свою подругу мне подсунула. Она настроена? А вы меня... Ой, ой, простите, простите. Вы меня останавливаете. Я иногда, да, теряю нить, теряю нить, и вы меня останавливаете. Боже упаси. Кристина, давайте по делу. Давайте вы лучше... По делу, давайте. Как оплачивать? Я настроился, все. Извините, я буду вас слушать. Нет, вы не настроена. Я буду слушать вас. Да что у них, я хочу оплатить. Я хочу решить финансовый вопрос. Я вижу сейчас ваши настроенности. Как это? Я, у меня есть премия. Нам дали значительную премию, более 100 тысяч. Понимаете? 100 тысяч рублей, это серьезные деньги. Подождите, Дмитрий Сергеевич, как вы сейчас работаете? Сейчас я работаю в лаборатории. В лаборатории, наручный исследовательский институт. Какую должность вы занимаете? О, ну, должность старший лаборант. Я раньше работал, где я только не работал. О, Господи. Пока вот мама меня не взяла, и вот, как говорится, носом, как поганого котенка. Мама вам поможет в оплате задолженности? Я сейчас, я сейчас сам совещенно актуально могу себе помочь. Очень хорошо, что вы мне позвонили. Дмитрий Сергеевич, настраивайтесь на переговоры. Я ничего не могу понять, Кристина.